Образовательная программа магистратуры, геология и разведка месторождений полезных ископаемых. Оценка минеральных ресурсов Казахстана. Тема номер один – экономическое значение минерально-сырьевой базы. Старший преподаватель кафедры ГРМПИ Маусымбаева Алия Думанова, доктор PHD, кандидат технических наук. Цель данной дисциплины состоит в изучении магистрантами особенностей горного производства, основанной на горной ренте, рынке минерального сырья, его ценообразовании, разновидности товарных продуктов минерального сырья, их места в мировом хозяйстве и особенности транспортировки минерального сырья. Минеральные ресурсы относятся к важнейшему элементу природной среды. Роль окружающей человека природной среды двоякая. С одной стороны, это среда обитания, которая обладает характерными элементами, необходимыми для жизнедеятельности людей. А с другой стороны, это природа как источник получения вещественных благ для производственного процесса. Она является средством существования людей. Условием развития производственных сил. Природные ресурсы включают в национальное богатство. Они являются экономической категорией. Человек не только добывает и использует их, но и воспроизводит. То есть они становятся не только результатом естественных процессов, но и частично продуктом труда. На слайде представлены основные понятия, определения, что является полезным ископаемым, что является минеральным сырьем, минеральным ресурсом. Это основной ресурс большей части продукции тяжелой промышленности. Его стоимость составляет свыше 50% затрат на производство продукции в черной металлургии, в химической, в нефтехимической промышленности. Примерно 65% затрат на производство тепловой энергии затрачивается и до 80% на цветную металлургию. Поэтому именно рациональное использование минерального сырья, то есть, возможно, больше выхода конечной продукции из каждой единицы добытого из сырья, является важным элементом стратегии горно-геологического предприятия и государства в целом. При получении товарной продукции из минерального сырья, его добыча во много раз превышает вес конечного продукта. Так, например, необходимо разведать, добыть, переработать для получения одной тонны готовой продукции. Например, меди около 1000 тонн медной руды, слюда где-то 150 тонн исходного сырья, никеля где-то 200 тонн руды, олова около 300 тонн руды, азбеста около 70 тонн горной массы и так далее. Минеральное сырье имеет большое значение для оборонной промышленности страны. В группу стратегически важного минерального сырья включают десятки видов полезных ископаемых. Особое значение при этом имеет группа редких металлов, которые применяются в различных отраслях промышленности. Это в космической, авиационной, радиоэлектронике, ядерной энергетике и в других. И тем более в последнем обращении и послании главы государства было сказано, что особое приоритетное направление, научное направление относится именно к геологической отрасли, именно в изучении и проведении исследований в области редких, редкоземельных элементов. Исключительное значение минеральное сырье имеет при производстве минеральных удобрений, от которых зависит урожайность. Разведка, разработка уникальных месторождений, агрономический труд тоже обусловила возможность производства минеральных удобрений. Темпы жилищного строительства во многом зависят от развития, добычи неметаллического сырья. Ранее на таких дисциплинах, которые вы изучили в прошлых семестрах, в бакалавриате, было как раз-таки изучение и понятие, именно что является минеральным сырьем, что является металлическим, неметаллическим сырьем. И вот именно для производства важнейших строительных материалов, цемента, кирпича, керамики, фаянс, стекло, ежегодно расходуются десятки миллионов тонн цементного сырья, песка, глин. И вот сотни миллионов кубометров горной массы расходуются на производство блоков из естественного камня. Как вы можете тоже заметить, очень много на сегодняшний день происходит, возвышаются разные строительные конструкции. И очень, так сказать, в последнее время стало модным для стран Средней Азии строительство из зданий, сооружений, стекла. Также очень много реставрируется сейчас разных сооружений. И на это все, конечно же, используется именно естественный камень, сотни миллионов кубометров, миллионы десятков, десятки миллионов тонн разного сырья, кучего сырья и так далее. И, конечно же, особое место в жизнедеятельности человека занимают камни самоцветы. Это мы все тоже, наверное, понимаем, потому что выделяются не только среди других видов минерального сырья, но и среди товаров для промышленного производства, для индивидуального потребления, ввиду множества направлений применения в практической деятельности. Ну и, конечно же, в отличие от водных, лесных, земельных ресурсов, полезные ископаемые не возобновляются. Вот не возобновляются, а воспроизводственные циклы именно по ним, да, не может быть замкнут, как, например, по воде, да. Их воспроизводство осуществляется в основном за счет открытия новых месторождений. И мы, конечно, на сегодняшний день стоит вопрос по целесообразности и экономическому, да, использованию потребностей вот именно в минеральном сырье. Экономические потребности, да, общества обуславливают дальнейший рост извлечения полезных ископаемых из нетов. И поэтому становится объективно необходимым поиск, реализация пути более рационального использования, с уменьшением негативного влияния на качество природной среды. Из-за этого, конечно же, следует, что обоснование перспектив развития минерально-сырьевой базы страны, определение как бы рационального уровня использования минеральных ресурсов должно быть учитано. И необходимо учитывать эти факторы развития каждого региона страны, конкретные территориальные условия. Минеральные ресурсы, как экономическая категория, отражают производственные отношения в ходе многостадийного потребления полезных ископаемых. И, ну, конечно же, в процессе создания материальных благ, также условий формирования образа жизни самого человека. В экономике существуют две точки зрения на производство и потребление. Первое – это о независимости и обособленности производства и потребления. И второе – об их полном единстве с распределением и обменом. Единство производства и потребления предполагает рассмотрение каждого с учетом именно характера и специфики самого, ну, другого, да. И рассматриваются вопросы потребления минерального сырья. Мы должны помнить и учитывать именно необходимость принимать во внимание весь цикл производства от добычи и обогащения до получения конечной продукции. При потреблении минерального сырья имеет свою, как бы, сама идет такая цель, удовлетворение потребностей различных отраслей производства. Ну, и, конечно, соответственно, определенных свойств этого сырья. Например, в энергетике – это теплотворная способность до топлива. Минеральное сырье отличается также полуфункциональностью применения. Вопросы именно по определению потребностей в минеральной сырьевой продукции являются сложными. И одной из причин этого является возможность замены одного вида продукции на другой. И здесь мы должны отметить, что именно особенно трудно предсказать потребность тех видах минерального сырья, потребление которых в настоящее время незначительное. Также трудно определить, как с развитием новых технологий вырастает потребность в новых видах минерального сырья. Каждый день мы сталкиваемся с такой проблемой, не то что проблемой, а именно с развитием вот этой вот нашей цифровизации, более точных исследований, получения более тщательного и детальных результатов исследований. Мы можем сказать, что у нас вырастает такая потребность именно в новых видах самого минерального сырья. Существует несколько методов, применение которых можно определить объемы потребления минеральной сырьевой продукции. К примеру, это вот первое, да, это потребность экономики в том или ином виде сырья, который определяется исходя из показателя среднего уровня его потребления на душу населения, на экономически развитых странах. Этот метод применим более всего для статистических данных и используется для сравнения потребления полезных ископаемых между, в принципе, самими странами. И этот показатель весьма условен, да, его применение считается неравномерным. По именно вот таким причинам, да, например, в разных странах организационные научно-технические уровни производства могут значительно отличаться. И экономика страны в результате воздействия множества факторов отличается по структуре, по объему производства, и это приводит к различным таким показателям, да. Не одинаковая социально-экономическая политика тоже влияет, тоже имеет, как бы, такое влияние, да, на данный показатель. Политика государства также приводит к различным уровням потребностей. Это все может влиять на потребность самой экономики. Второй метод основан на вычислении значений конечного потребления по официальным статистическим данным. И, ну, это о реальных ежегодных объемах потребления, да, за предыдущий год. При использовании этого метода происходит корректировка данных, и этот метод применяется в целом в масштабе страны. И вносит такой, знаете, модель множественного межотраслевого баланса. Этот метод в нашей стране сейчас не применим, поскольку, начиная еще с 90-х годов, да, с прошлого века, отсутствуют статистические данные потребления минеральной сливой продукции именно по отраслям. Так что это проводится только сейчас. Сейчас это все формируется, банк данных, и, надеюсь, в ближайшем будущем что-то изменится, и мы сможем данные эти получить. И сделать какой-то для себя анализ за прошлые и предыдущие периоды, нынешний период, и можно будет делать прогноз на будущее, что планируется, либо что должны ожидать. При применении третьего метода осуществляется экстраполяция временных рядов, да, объемов добычи полезного ископаемого, реальные ежегодные объемы потребления за предыдущий период продолжаются, и в будущее, да, уже уходят так более с учетом именно ресурсного потенциала разведанных месторождений полинскопаемых. Вот этим методом можно пользоваться, когда есть определенность во внешней среде, то есть резких таких изменений конъюнктуры рынка не предвидится, и этот метод возможно вот именно применять в таких условиях. Но если в условии неопределенности внешней среды, либо когда там меняется предположение об изменении в конъюнктуре рынка, да, когда возможен уход одних потребителей или появление других, мы его, конечно, не можем использовать. Для предприятий горно-промышленного комплекса может быть применен метод анализа контрактов. Это получается при составлении планов на следующий период проводятся переговоры с потребителями и анализируются потенциальные потребители продукции. Новые клиенты или когда-то отказавшиеся от закупок, постоянные потребители тоже могут. И вот именно горно-геологическое производство представляет собой такой процесс материального производства, при котором товарный продукт получается путем добычи из недр полезных ископаемых. Полезными ископаемыми это называют у нас как бы, уже помните, наверное, знаете, это природный газ, да, жидкость, минерал или минеральный агрегат. По своим физическим свойствам или химическому составу, находящий применение в современном материальном производстве, в своем природном виде или в качестве сырья для излечения одного либо нескольких ценных компонентов. Полезные ископаемые залегают в недрах в виде именно обособленных природных скоплений, которые называются месторождениями, да, и которые могут быть разработаны горнодобывающими предприятиями. Именно месторождение полезных ископаемых является в горно-геологическом производстве объектами предпринимательской деятельности. Ну, это, думаю, тоже именно понятно, да. И в качестве объекта предпринимательской деятельности месторождения полезных ископаемых обладают некоторыми специфическими свойствами. Это, например, месторождение полископаемых является недвижимостью, это всем тоже ясно, они располагаются там, где создала их природа, где условия районов, где находятся месторождения, от них не всегда благоприятны для строительства предприятия, организации производства, это все зависит от того полезного ископаемого, на которое у них есть лицензия для разработки, разведки и так далее. И именно такие условия, как, например, ресурсы доступных месторождений полезных ископаемых, невосполнимых, как мы сказали, и в процессе добычи месторождения постепенно истощаются и, конечно же, перестают существовать. Почему некоторые месторождения у нас законсервированы? Потому что уже добыча и сама разработка данного месторождения не дает дальнейших результатов. Время, в течение которого создано именно горное такое предприятие, полностью отрабатывает запасы базового месторождения, относительно, конечно, невелико, но в среднем где-то до 40 лет бывают, конечно, и такие уникальные месторождения, которые разрабатываются, ведется разведка и добыча до сих пор. На протяжении около 100 лет такие крупные участки, районы имеются и до сих пор существуют. Потому что там, да, определенно, полезные ископаемые, залегающие в недрах, имеют очень большие объемы. Месторождения полезных ископаемых созданы природой и своим существованием обязаны случайному сочетанию большого числа различных природных факторов. Поэтому практически каждое месторождение имеет свои какие-то индивидуальные особенности, влияющие на технологию, на экономику, да, создаваемых именно на базе вот этих горных предприятий. Соответственно, почти каждое горное предприятие по своим техникам, экономическим показателям индивидуально. Месторождения полезных ископаемых скрыты в недрах. Это тоже одно из таких моментов, да, которые, наверное, все должны понимать и имеют представление, да, потому что, да, бывает, конечно же, когда идет экспедиция, и можно определить полезные ископаемые, либо участок, да, и видеть обнажение горной породы, рудного тела, возможно. Тогда можно, да, какие-то как бы визуально какие-то сделать предположения геологам, и которые все, конечно, записывают. Их особенности, количественные, качественные, да, характеристики, которые являются такими исходными данными при проектировании горных предприятий, геолого-разведочных, да, маршрутов экспедиционных, могут быть определены только на основании именно предшествующих геологических исследованиях разведки. Получается, если ранее идет при поиске разведки геологи, ну, скажем, геолог, либо геологическая экспедиция, да, проходят маршруты, определенные маршруты, и при прохождении и отбора там каких-то образцов, они могут, они записывают обязательно это, да, все документально документируют, и уже по данным документациям дальнейшие исследователи, либо специалисты, да, инженера могут уже делать свое предположение по тем обнажениям, либо по тем породам, которые они, образцам, да, которые они отобрали, и уже, соответственно, принимать какое-то решение, стоит ли там проводить детальную разведку, либо нет. Горное производство в качестве области предпринимательской деятельности также имеет, конечно, свои такие специфические черты, да. Первое, это горное производство относится к числу технологически консервативных производств. На протяжении всей истории человечества добыча полезных ископаемых осуществлялась применением традиционных технологий. Это твердые полезные ископаемые открытым или подземным способом с отработкой, отбойка рут и пород, их погрузки, транспортировки на переработку, да, или в отвалы нефтегаза, да, без воздействия на пластыри, принудительного вытеснения. Это водонапорный, растворенный газ, газонапорные способы с подъемом нефти, да, фонтанным, либо газлифтным способами, либо штанговыми, да, погруженными насосами. Подземных вод, это вычерпывание или с применением насосов, да, уже опять-таки штанговых, погруженных, и совершенствование вот именно этих технологий в течение определенного такого долгого времени происходило лишь путем механизации процесса, с внедрением все более мощных механизмов и постепенной замене какого-то мускульного, да, привода энергии, пара, электроэнергии, энергии взрыва, использования новых реагентов каких-то и так далее. И принципиально новые такие технологии добычи полезных ископаемых или отдельных ее операций появились относительно редко. И после охвата технологического пространства все отрасли остаются без серьезных изменений. И в качестве примеров таких первоначальных революционных технологий можно привести, например, применение для отбойки руды каких-то взрывчатых веществ, магистрально-трубопроводный транспорт углеводородов, флотационное обогащение сульфидов, перевод золота в раствор, да, цианидами, методом кучного обещелачивания, электролиз, алюминий или креолит, глинозимистого расплава, радиометрическое обогащение урановых руд и так далее. И даже на сегодняшний день крупномасштабное развитие в последнее время геотехнологических методов подземного выщелачивания урана, а также кучного выщелачивания золота, меди, урана является лишь возрожденным из старых технологий. Ну не зря говорят, что все новое – это хорошо забытое старое. Ну и из принципиально новых современных технологий, конечно же, без них поиски, разведка и самодобыча не обошлось. В качестве основного прибылеобразующего фактора в горно-геологическом производстве выступает сама горная аренда. Прибыль именно от деятельности горно-геологических предприятий формируется за счет двух источников. Это, с одной стороны, она, как и во всех других отраслях, создается трудом, да, и зависит от совершенства технологии, от технических средств, от организации самого производства. То, с другой стороны, эта прибыль определяется природными особенностями объекта труда, то есть месторождения. И часть прибыли горного предприятия формируется за счет объективных природных факторов, которые определяются горно-геологическими, географо-экономическими условиями месторождения. И они, конечно же, носят такой фактор, да, характер, как носит такое название, да, горная аренда, майнингрид. Собственно, сама величина этой ренты, да, как таковая трудно подается вообще исчислению, и по существу она представляет собой ту избыточную прибыль, да, которую мы бы получили, ну, как из предпринимательской деятельности, эксплуатации самого месторождения, по сравнению с худшим месторождением этого, да, полезного ископаемого, входящим в действующую на текущий момент рыночную систему, то есть поставляющим свою продукцию на рынок производства, на рынок, на котором находятся в его потреблении. Технологический консерватизм производства приводит к тому, что в сходных горно-геологических условиях оказываются применимы стандартные технологии, технические средства, выбор которых их уже крайне ограничен. И при этом добиться именно заметного такого преимущества, преимущества именно в, преимущества в условиях, которые, ну, именно применяются на данном месторождении, да, эффективность самого производства за счет технологических, технических усовершенствования достаточно трудно. И поэтому приобрести права на эксплуатацию, да, на какие-то лицензии, да, на месторождение с повышенным уровнем такой ренты – это главный залог успеха в горном бизнесе, да, в горно-геологическом бизнесе. Такие права всегда идет, ну, на такие права всегда идет острейшая такая борьба. И таким образом возможность обращения в прибыль такой ренты, да, то есть возможность извлечения из этой прибыли непосредственно за счет природных факторов является одной из главных, главной такой чертой, да, которая делает горный, горно-геологический бизнес особо привлекательным для предпринимателя. Ну и, конечно же, нельзя забывать, что наряду такими, со всеми вот этими факторами, да, которыми характеристиками горное производство, горно-геологическое производство обладает еще и рядом привлекательным для предпринимателя черт. Это, например, продукция горно-геологической промышленности имеет в большинстве случаев устойчивый спрос. Причем невосполнимость минеральных ресурсов создает определенную гарантию сохранения даже роста этого спроса. Для предпринимателя в горном бизнесе в большинстве случаев не возникают проблемы именно рекламирования, да, своей продукции. Обычно такую возможность имеют, да, горнодобывающие фирмы, которые имеют опыт, какой-то авторитет, а не сама продукция. Расходы вот и на рекламу в горно-геологическом бизнесе, конечно, по сравнению с такими расходами, обычно крайне незначительны. Так что, в принципе, возникающий год в горной отрасли типы рынков часто характеризуется ослабленной конкуренцией производителей. Предприятие, уже занявшее какое-то место, да, в сложившейся уже системе производителей данной продукции, в течение определенного времени может рассчитывать на стабильные условия работы, на незначительное давление конкурентов, потому что, как таковых, как, ну, проще говоря, территория огромная, потенциал тоже высокий, остается лишь найти определенных специалистов, которые смогли бы дать тот результат, который требуется, либо который закладывает сам предприниматель, либо нидропользователь, да, равновесие от подобных систем нарушается, либо конкуренция обостряется только именно с падением самого спроса или появлением нового производителя. Горно-геологическая промышленность пользуется таким вниманием в поддержке правительства стран-производителей. И для получения определенных возможностей, да, для нидропользования, для научно-исследовательских институтов, для организации высшего, после вузского образования, зависит также от поставленных научных приоритетов, приоритетных направлений, да, в науке, и от грантового финансирования, программно-целевого финансирования со стороны государства. И именно такие научно-исследовательские центры, они всегда были, будут жить и проводить исследования при имеющейся актуальной тематике по горно-геологическому, геологогеофизическому исследованиям, да. Так что необходимо постоянно актуализировать все знания и вести такую очень тесную связь с нидропользователями, с компаниями, которые занимаются именно поиском, разведкой, лабораторными исследованиями, именно в области нидропользования, да, нидр. Наряду, конечно, с привлекательными для предпринимательных возможностями горное производство и геологическое производство обладают некоторыми специфическими негативными особенностями, учет которых необходимо для успешной предпринимательской деятельности. Это, например, горно-геологическое предприятие на стадиях принятия инвестиционных решений всегда выступает в качестве объекта повышенного риска. Прежде всего, необходимо отметить, что объекты предпринимательской деятельности в горно-геологическом бизнесе, да, самого месторождения, скрыты в нидрах. Следовательно, их характеристика, необходимые для обоснования предпринимательских решений, могут быть получены только с некоторой степенью приближения. Соответственно, затраты, которые, в свою очередь, и доходы, да, связаны с созданием горно-геологического предприятия, и уже еще на предпроектной, да, проектной стадии просчитываются также приближенные. Ожидаемые расчетные, реально достигаемые после создания предприятия, величины прибыли, да, могут не совпасть. Поэтому постоянно при получении лицензии, при получении аккредитации, при получении положительного результата, да, на добычу, на поиск, разведку лицензии, да, какие-то сам предприниматель, либо недропользователь будущий, и постоянно должен учитывать риски, потому что он всегда рискует. И по результатам уже именно, ну, всегда, да, какой-то определенно существует риск, вероятность того, что предприятие, ну, само месторождение, оценивавшееся в проекте как прибыльное, да, в действительности окажется убыточной. Это мы тоже должны всегда учитывать. Создание горных геологических предприятий всегда сопряжено со значительным объемом именно строительно-монтажных работ, что тоже определяется, да, длительностью сроков их ввода в производство. И именно для того, чтобы выйти на рынок с продукцией нового горного предприятия, для него необходимо создать проект, построить основные производственные сооружения, это нефть и газа, да, сборные пункты, шахты, обогатительные фабрики, извините, какие-то ремонтные мастерские, административные здания, произвести именно подготовительные работы, да, работы, это с крыши пустых пород, ободнение нефтяной залежи, также именно вот новые месторождения обычно расположены в недостаточно таких освоенных, да, или обжитых, да, таких районах, поэтому именно особенность строительства новых горных предприятий, да, горно-геологических предприятий является необходимостью полного, либо частичного создания хозяйственной инфраструктуры. Конечно же, недропользователи, руководители предприятия никогда не должны забывать и о благоустройстве, и о благоустроенной жизни, да, возможно, после основной работы самих работников, потому что в большинстве случаев горно-геологические предприятия работают, принимают на работу, да, специалистов, именно по вахтовому методу, да, получается, там определенные дни он работает, непрерывно производствует 24 часа в сутки, в несколько смен, и в определенное время он отдыхает на перевахтовке. Конечно же, горное производство, да, горно-геологическое производство характеризуется высокой капиталоемкостью, длительными сроками возврата начальных положений, размер средств, необходимых для создания такого, да, предприятия, также варьируется очень широко, как правило, составляет миллионный долг, а то и больше. Возврат этих первоначальных затрат, естественно, происходит не сразу, после пуска предприятия, да, самого растягивается на достаточно длительный срок его работы. И в этой части, да, мы должны также не забывать, что любое производство обладает высокооперативной инерстностью, да, оно не в состоянии быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и заинтересовано в стабильности рынка. Само предприятие проектируется и строится расчетом получения определенного количества продукции с минимально возможной себестоимостью. И, однако, вот именно будучи таким построенным, да, введенным в действие, это предприятие имеет весьма ограниченные возможности. И, например, если мы будем рассматривать такой подземный рудник, да, построенный для, уже которого проведена разведка, поиск, разведка, уже все провели, и на стадии, находится он на стадии добычи, то он обязательно, конечно же, имеет шахтные стволы, да, способные пропускать именно это количество, там определенное количество горной массы. И в случае уже повышения спроса на добываемое сырье, мы не можем, например, если построен, например, способность данного рудника будет пропускать, способность 500 тысяч тонн, да, руды в год. И если будет такой высокий спрос на данное сырье, и мы захотим, например, увеличить добычу, да, то в случае вот этого, да, если такое произойдет, то это может быть только пройдя новые стволы, что потребует тоже немало времени и дополнительных капитальных вложений. Это все надо всегда обязательно учитывать. Так что для таких предприятий, да, горно-геологических предприятий, стабильность рынка – это прежде всего обязательно. Самое главное – это как стабильность рынка, да. Кроме того, придется также учитывать, что увеличение производительности сократит, конечно, и срок самого существования предприятия, так как запасы будут отработаны все быстрее. И мы должны это все, конечно же, понимать и учитывать. Уменьшить производство горного предприятия во время, например, спада спроса, да, на добываемость его можно, конечно, искусственно, да, ограничением его пропускной способности. Это, например, консервируя отдельные его участки, переход в трехсменную работу на односменную работу и так далее. И тогда это уже у нас, мы искусственно сможем ограничить пропускную способность. Однако это, конечно же, вызовет рост себестоимости за счет увеличения доли постоянных расходов, по содержанию основных производственных фондов и обязательства по возврату кредитов на строительство. На, уже если рассматривать нефть и газодобывающие предприятия, то процесс именно на данных предприятиях управления, да, фондом добывающих скважин более гибок. При уменьшении спроса на сырье, здесь возможно исключение из процесса добычи именно отдельных нерентабельных скважин. Можно сократить их, просто тоже приостановить, да. Либо, если повышенный спрос будет, то, наоборот, вовлечить в производство законсервированные скважи при увлечении цены на сырье. Влияние, конечно же, доли постоянных расходов на себестоимость, здесь же, как бы, оно будет ниже, да. Да, и, однако, вот такое неограниченное увеличение числа законсервированных скважин может привести к общей выдачисти всего предприятия. Горное предприятие почти не поддается перепрофилированию, характеризуется низкой ликвидностью, да, своих остаточных основных фондов. И после исчерпания, конечно, запасов эксплуатированного месторождения предприятие обычно приходится ликвидировать. Однако, если основные фонды предприятия могут быть использованы только для того же, такого же предприятия, да, производства, можно их, конечно же, реализовать, да, продать. Только, конечно же, движимое имущество, доля которого на горных геологических предприятиях, как правило, ну, не особо велика. Ну, и, конечно же, нельзя забывать и по охране труда, безопасности жизни и деятельности человека, техника безопасности. Если производство относится именно к числу экологически вредных, да, производства и сопряжено со значительными расходами на природоохранные и восстановительные мероприятия, то необходимо это все учитывать, учитывать сами существующие вот нарушения, да, природных условий и обязательно деятельность именно горных предприятий меняет, меняется, заменяется. Если рельеф, да, земной поверхности будет изменен, то появляются какие-то непокрытые, непокрытые растительностью пылящие массивы, да, это отвалы, терриконы тоже, которые уничтожают почвенный растительный покров, нарушается естественный режим поверхности. И вот здесь необходимо проводить рекультивацию этих земель. В течение, конечно же, деятельности самого предприятия необходимо осуществлять специальные меры по снижению вредного воздействия на природу, при ликвидации предприятия, да, проведении работ по рекультивации, по восстановлению окружающей среды. Стоимость вот именно таких работ может быть весьма значительная. И, конечно же, подобные затраты ложатся на дополнительное, на саму экономику предприятия. Процесс срабатывания запасов полезных ископаемых в процессе именно добычи должен компенсироваться за счет прироста в процессе георазведочных работ, финансирование которых связано с определенным риском. Сам срок существования, да, всякого предприятия ограничен запасами полезного ископаемого в недрах. И поэтому предприниматель в горном таком геологическом бизнесе всегда заинтересован в выявлении новых месторождений, которые могли бы быть со временем как бы обеспечивать, да, продолжение его дела. Однако выявление, вот именно поиск и разведка месторождения требует проведения таких существенных георазведочных работ, соответственно, вложение средств в эти работы несут очень такой существенную вес, да, такой на само предприятие. И предприниматель определенную часть своих прибыли должен направлять на георазведочные работы. Ну и надо же всегда отмечать, да, что грамотные, правильно проведенные георазведочные работы, поиск, да, разведка несет сокращение каких-либо рисков, да, при дальнейшей разработке и добыче полезного ископаемого. Конечно же, выделять существенное ассигнование, да, на такие цели в состоянии именно в основном крупные предприятия, да, нацкомпании, ассоциации предпринимателей, которые располагают значительными свободными средствами. И именно вложение в георазведочную деятельность является на производстве вообще областью, где мелкому предпринимателю почти невозможно противостоять с крупными компаниями. И весьма оперативно, которые осваивают новые территории, захватывают перспективные объекты. Но, однако, в принципе, как бы нет ничего невозможного, это мы должны обязательно знать, да, и помнить об этом. На официальном сайте Межрегионального департамента, вообще Республиканского центра, да, геологической информации имеется электронный сайт, геоинформ.кз, да, точное название не помню, но вроде геоинформ.кз, где есть по каждому региону, по центральному региону, восточному, северному, западному, южному региону, как раз располагаются те участки, которые в свободном доступе, которые имеют, на которые, например, еще нету лицензии, люди не получили, да, предпринимательные лицензии, и, в принципе, можно будет, как бы имеется возможность для получения лицензии и проводить какие-то добычные работы, да, поиск, разведку на данных месторождениях, это мы можем проследить, и также просмотреть именно, какие участки заняты какими компаниями, какими операторами, кто там является оператором, и уже при написании, например, научно-исследовательских работ можно связаться с этими операторами, возможно, на основании трехстороннего договора, договора, соглашения о конфиденциальности, использовать материал, проводить какие-то дополнительные исследования. Очень много предприятий заинтересованы в таких исследованиях именно в качестве того, что, например, магистранты, либо докторанты, используя какой-то их определенный материал, да, по геолого-разведочным материалам, они смогут сделать, провести какую-то закономерность, провести какие-то исследования и предсказать, либо спрогнозировать дальнейшую работу данного предприятия, направить его в более правильное русло, да, либо провести такие анализы и интерпретацию тех сведений, и уже в будущем, в дальнейшем, на основе рекомендаций, которые они смогут получить, на основе методических указаний, они смогут уже, используя данные материалы, более тщательно, более точно проводить будущую, да, детальную разведку, поиск разведку, и, как бы, в результате их работы не будет, ну, будет иметь меньшие риски для дальнейшего, вообще, освоения. Так что необходимо это тоже обязательно учитывать. Если мы вот пройдемся, да, по нашим слайдам, да, снова, то, ну, для ваших общих, конечно, сведений, это вот полезные ископаемые, как вы знаете, как напоминаю, что они подразделяются на несколько классов, да, группы, это магматические, метаморфические, осадочные, что к ним относятся, к осадочным относятся, горючие, негорючие, классификация, да, минеральных ресурсов, ее, как бы, такой, как таковой самой нет, но существует достаточно условная, да, классификация по видам использования самого полезного ископаемого. Это топливное, энергетическое сырье, металлическое, да, сырье, строительные материалы, технические, химические, агрохимическое сырье, и это все у нас составляет как раз минеральные ресурсы. Это все при грамотном оценивании можно делать какие-то прогнозы и смотреть в будущее Казахстана, сделать какой-то анализ с прошлыми, предыдущими, да, работами, анализом, проанализировать это все и делать какие-то прогнозы на будущее. Классификация минеральных ресурсов, в принципе, здесь она подразделяется на 11 типов, которые имеют такие основные, как топливные, рудные, нерудные и так далее. Основные виды горючих полезных ископаемых, основные виды нерудных полезных ископаемых, и основные виды рудных ископаемых, они представлены у вас на слайдах. И к вашему сведению, задание вот по первой тематике, это на основании усвоенного материала, вам необходимо ответить на следующий вопрос, роли в познании общих закономерностей, строения и развития земной коры, размещение места рождения в поле ископаемых, и рельеф и основные черты гидрографии, да, самого Казахстана. Прошу ответить на данные вопросы по основному усвоенному материалу. И представляется также список основной литературы, по которому вы сможете более детально остановиться на каждом вопросе, который мы рассматривали сегодня, и сделать свои предположения, и, возможно, в будущем вы сможете уже на будущем экзамене ответить и более подробно на экзамене сдать экзамен и более подробно дать ответ на те вопросы, которые будут именно в экзамене, на экзамене. Спасибо. Занятие окончено. Спасибо. Спасибо. Спасибо.